Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гиргель. Здравствуйте. В столице сотрудники антикоррупционной службы задержали бывшего председателя правления СК Формации. Верикошари обвиняют в злоупотреблении полномочиями при закупе медицинских изделий в период ЧАЭС, повлекшие тяжкие последствия. Согласно санкции суда, он арестован и находится в столичном изоляторе временного содержания. Там экс-глава СК Формации проведет два месяца. 46 нарушений выявили столичные полицейские в аптеках, продающих лекарства с содержанием наркотических веществ. Их должны отпускать строго по рецептам, однако это требование провизоры игнорировали. Всего в столице проверили 280 фармацевтических торговых точек. В двух местах занимались продажей лекарств незаконно. Всего оштрафованы 44 человека. Зарегистрировано два уголовных дела по статье 303 Уголовного кодекса за нарушение правил обращения с наркотическими веществами. Санкция данной статьи предусматривает штраф до 3000 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами. В Актюбинской области из-за несоблюдения санитарных требований на 32 миллиона тенге оштрафовали предприниматели и местных жителей. Большинство нарушений зафиксировали в сфере бизнеса. Объекты работали не по установленному графику, посетители не соблюдали социальную дистанцию, а некоторые предприниматели работали без разрешения. Кроме того, жители региона, несмотря на запрет, проводят торжественные мероприятия. В результате проверяющие составили около 300 протоколов. Нарушителям придется заплатить крупные штрафы. Из общего количества нарушений почти 34% связаны с нарушением графика работы, 15,8% масочного режима, свыше 25% касались несоблюдения социальной дистанции. Предпринимателям рекомендовали ужесточить контроль за выполнением всех санитарно-эпидемиологических требований. В Алматинской области на следующей неделе, несмотря на поэтапное смягчение карантинных мер, ряд предприятий не запустят. Они не готовы к работе в новых условиях. Это порядка 20% компаний, которые на сегодня успели проверить мониторинговые группы. Они посетили 3000 промышленных объектов. Как заявили в Акимате, им необходимо ускориться и получить разрешение. Документы можно оформить через специальный сайт. Напомню всего, с начала эпидемии свою деятельность в Семеречи приостановили больше 5000 объектов малого и среднего бизнеса. Мы обращаем внимание предпринимателей провести всю подготовительную работу в оговоренные сроки. Те, кто не успел этого сделать до 17 августа, не смогут возобновить деятельность. А те, кто все же решится открыть свои объекты без согласования с местными исполнительными органами, будут привлечены к ответственности. Столичные эпидемиологи проверяют готовность торговых центров, непродовольственных магазинов и рынков к открытию. Уже с понедельника они вновь возобновят работу. По словам специалистов, у владельцев торговых точек еще есть время исправить недочеты. К примеру, некоторым предпринимателям необходимо до открытия приобрести больше санитайзеров и обновить разметку для социальной дистанции. При этом, как подчеркнули эпидемиологи, владельцы должны контролировать число посетителей. Казахстанские врачи считают, что послабление карантина – это не повод забывать о мерах безопасности. Населению необходимо и дальше придерживаться всех санитарно-гигиенических норм. Послабление карантина – это мера для того, чтобы, как говорится, не останавливались производственные процессы на переписприятиях. Но людям самим нужно соблюдать меры профилактики, ношение масок обязательно, соблюдение дистанции, избегать посещения общественных таких мест без срочной надобности. В борьбе с коронавирусной инфекцией необходимо задействовать резервы частных клиник. Об этом в ходе посещения одного из медицинских учреждений Алматы заявили депутаты Мажелиса парламента Азад Перуашев и Ерлана Барлыбаев. Они оценили работу частной онкологической клиники Алматы, которая в период пандемии оказала поддержку в борьбе с COVID-19. Специально для лечения больных с опасной инфекцией в больнице реконструировали систему кондиционирования и обеспечили все палаты кислородными концентраторами. Также разделили клинику на чистую и грязную зоны. Депутаты отметили, что в период пандемии такая помощь оказалась очень своевременной и эффективной. По их мнению, услуги частных больниц надо вносить в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Лечение в таких клиниках должно быть доступно для всех жителей мегаполиса. Есть люди, которые находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, в реанимации люди лежат. Я думаю, что для нас, как для депутатов, это вопрос нужно стоять перед правительством, перед Минздравом, прежде всего, о том, чтобы все-таки и задействовать резервы частной медицины и помочь им в этой ситуации и в части переоборудования, в части снабжения. К другим темам. 160 проектов планируют запустить в Казахстане в рамках карты индустриализации до конца этого года. Сейчас по программе Нур-Лежер идет строительство и реконструкция порядка 10 тысяч автодорог республиканского и местного значения. О ходе реализации госпроектов президенту доложил министр индустрии и инфраструктурного развития. По словам Вейбута Атамкулова, несмотря на кризисную ситуацию, связанную с пандемией, за 7 месяцев в стране по программе Нур-Лежер построили 7 миллионов рублей. И жилищные условия смогли улучшить больше 61 тысячи семей. Казахстан Жмар-Токаев поручил достроить запланированный на этот год объем квартиры и своевременно выдать людям ключи. Также глава государства потребовал и дальше стимулировать отрасль обрабатывающей промышленности, как можно больше насыщать продукции внутренний рынок и продолжить модернизацию транспортно-транзитной инфраструктуры. В Макинске Акмолинской области сдали в эксплуатацию 4 многоквартирных дома. В них заселят очередников. Первые новоселы заедут в конце месяца. Преподнести своеобразный подарок власти планируют в День Конституции. В планах построят в следующем году еще 5-60 квартирных домов. В последние годы жилищный вопрос очень актуален. Это связано с увеличением населения и растущим спросом на квартиры. Сейчас в очереди на получение жилья стоят 600 человек. Выдают и земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. В рамках программы Нур-Лежер реализуются проекты индивидуального жилищного строительства. То есть мы в текущем году разрабатываем ПСД на подведение инфраструктуры на 203 участка. Ведется корректирование генерального плана. На въездной части мы в перспективе планируем создать отдельный микрорайон, новый микрорайон с соответствующим названием. Чиновники Карагандинской области подают иски в суд, а потом не приходят на процессы или отзывают их обратно. По этим причинам только за последние два года больше полутора тысяч гражданских дел, затрагивающих интересы государства, остались без рассмотрения. Сотрудники антикоррупционной службы выявили факты, когда госорганы, будучи ответчиком, прекращают конфликт в порядке медиации и выплачивают из суббюджетные деньги, хотя закон это запрещает. Антикоррупционщики подозревают госслужащих в формализме и так называемом умышленном проигрыше судебных дел. Чтобы искоренить подобную практику, они предлагают на законодательном уровне разрешить госорганам привлекать частных юристов. По мнению аналитиков, они будут более профессионально отстаивать интересы государства в судах. Ненадлежащие исполняют договорные обязательства. Заказчик в лице госоргана, он обязан подать в суд иск о признании этого подрядчика недобросовестным. Что делает юрист? Он подает, чтобы потом к нему не возникли вопросы. Потом все это на тормозах спускает. В конечном итоге, вроде бы, юрист выполнил свой функционал по закону. И эта фирма осталась на плаву. То есть она также продолжает работать и может быть также недобросовестно исполнять свои договорные обязательства. В республиканском военном училище Жасулан изменились правила приема документов. Отбор кадетов проходит дистанционно. Представители приемной комиссии в первую очередь обращают внимание на успеваемость в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией ограничены личные встречи родителей с руководством военного училища. В этом году учебное заведение примут 150 детей. Конкуренция среди абитуриентов высокая. На одно место претендует по пять человек, чтобы отбор был максимально открытым и честным. В состав комиссии включили родители. Список счастливчиков опубликуют 20 августа. Процесс зачисления на сегодняшний день организован с акцентом на два важных вопроса. Это первое, строгое соблюдение санитарных норм. И второе, это недопущение коррупционных проявлений. Как вы сами убедились, для достижения этих целей у нас полностью материальное и техническое оснащение позволяет. Жители аула Беректас сами установили вышку для телефонной связи и 4G интернета, чтобы дети могли учиться дистанционно. Гульнар Жантасова расскажет подробнее. Максат Мухамулдай – студент второго курса университета. В прошлом учебном году, когда из-за эпидемии учебные заведения перешли на дистанционное, обучение, признается, пришлось трудно. Кроме телефонной связи, в селе нет возможности выйти в интернет. Сеть ловила только за несколько километров от населенного пункта. Весны, как начали дистанционно обучаться, столкнулись с проблемой отсутствия интернета. За 15 километров от села ходили, там ловят только аж плюс. В конференцию зайти невозможно, только через WhatsApp. Если до сентября нас не подключат к сети интернет, проблема вновь вернется. Будем снова ходить вдоль реки в поисках сети. В селе сейчас 20 студентов и около сотни школьников. 1 сентября ребятня, как и прежде, сядет за парты. Однако их родители тоже обеспокоены тем, что нет интернета. Школа подключена к сети интернет, но скорость всего 4 мегабит в секунду. Мы только можем в электронную почту зайти, других возможностей нет. Поэтому будем обучать детей в прежнем режиме. Решить проблему совместными усилиями предложили старейшины села. Жители собрали средства и весной сами установили вышку для интернет-связи. На этом все и остановилось. Сетуют они. В марте месяце мы начали это строить. В мае месяце, уже 1 мая мы уже кончили, поставили все полностью. Нам обещали поставить антенну. Вот теперь уже 3 месяца прошло, еще нет антенны. Спрашиваем, все говорят бумажные волоки. Хотим, чтобы на 1 сентября интернет работал у нас. У нас есть старшеклассники, студенты. Самим учителям нужен интернет для работы. А сеть ловит только у реки. Детей страшно туда отпускать. Поэтому сами возили. Решили сами все сделать. Вот теперь уже 3 месяца ждем, когда установят антенну. Чтобы заключить договор, чтобы у нас ловило 4G, на сегодняшний день мы сделали земпроект, взяли госакт, зарегистрировали в юстицию. Теперь осталось у нас сделать оценочную стоимость. Мы сейчас определим оценочную стоимость, зарегистрируем ее в юстиции и потом только будем брать на баланс нашего ГУ. Постараемся это сделать до начала учебного года. В этом году без качественного интернета в Кирбулакском районе будут учиться школьники 30 школ из 52. Несмотря на угрозу вируса, 1 сентября для них по-прежнему прозвенит первый звонок. В 33 малокомплектных школах обучается больше 2000 детей. Здесь учебный процесс будет проходить в соответствии со всеми санитарными нормами. Ученики пяти школ у нас будут получать знания на основе интернет-платформы, а по телеурокам почти 4000 школьников. В этом году мы подняли скорость интернета в 10 школах. Так поэтапно будем решать проблему. В целом же в Алматинской области в День знаний детей примут около 140 школ. Все они будут работать в прежнем режиме. Гульнар Жантасова, Хуануш Тургенбаев, Хабар 24, Алматинская область. Уровень большинства высокогорных озер в ледниковой зоне Зайлийского Латао ниже максимального. Однако селевая угроза в горах сохраняется. Наш корреспондент Григорий Ебиденко совершил облет вместе со специалистами КАС Селезащиты над моряными озерами. Итоги в следующем материале. Зайлийский Латао – самый северный хребет Тяньшане. Протяженность этой горной системы с запада на восток составляет около 280 километров. Всего на карты Зайлийского Латао нанесено 45 крупных моряных озер. На семи из них постоянно находятся сотрудники КАС Селезащиты. Они говорят, что угроза крупного селя, который может произойти из-за прорыва моряного озера, еще не миновала. Опасные водоемы находятся в верховьях рек Малая и Большая Алматинка, Каргалы, Оксай и Тургень. Применение авиации – самый эффективный и быстрый способ оценить состояние того или иного водоема. Такие облеты проводятся примерно раз в две недели. Вот это и есть один из самых прорывоопасных природных водоемов в горах Зайлийского Латао. Морянное озеро номер один в бассейне реки Тургень. Высота над уровнем моря здесь 3700 метров. И сегодня КАС Селезащита проводит на озере превентивные работы по его опорожнению. Вообще 2020 год считается маловодным. Ледники тают медленно, в горных реках мало воды, внизу засуха. Но морянное озеро – это очень динамичная система. Когда воды в нем становится слишком много, она начинает искать себе канал в глубине вечной мерзлоты. Если такой канал появляется, через него в считанные часы уходит весь объем. И тогда селевой выброс смывает все на своем пути. Чтобы уменьшить уровень морянного озера до безопасного, применяется очень эффективная технология так называемых сифонов. Это пластиковые трубы диаметром 200-300 миллиметров, по которым вода из озера уходит самостоятельно из-за разницы в атмосферном давлении. Один конец трубы находится в озере, другой – в нижней части моряны. Здесь работает принцип сообщающихся сосудов. По житцу или лотау имеется 17 прорывоопасных моряных озер, где проводятся примитивные мероприятия. 13-е озеро – Большая Алматинка, 19-е озеро – Левый Талгар, 2-е озеро – бассейн реки Коргас и 1-е озеро – Тургень. Воду из моряных озер откачивают не только с помощью сифонов. Применяются также промышленные помпы повышенной производительности. Кроме того, производится расчистка так называемых эвакуационных каналов. Такие работы необходимо проводить каждое лето, так как «Марена» постоянно меняет свою конфигурацию. Специалисты утверждают, что с борта вертолета очень хорошо видно, как меняется форма озера из года в год. Авиация в некоторых местах становится просто незаменимой. На такую высоту специальную технику и людей можно доставить только вертолетам. Об окончании селепасного периода говорить еще рано. Это открытые сезонные посты, где ведутся круглосуточные наблюдения за гидрометриаристской обстановкой и за селепасными участками. И, соответственно, ведется аэроизуальное и наземное обследование опасных участков. Сегодня наблюдения за опасными морянами озерами производятся с помощью 11 сезонных и 9 постоянных гидропостов. В горах также внедряется система цифрового мониторинга селевой опасности. Там размещены 10 станций. Они передают информацию в главный диспетчерский центр кассеризащиты. В общей сложности планируется разместить 21 станцию. На все эти работы выделяется 39 миллионов тенге из республиканского бюджета. Григорий Беденко, Радик Джакупов, Алматы, Хабар, 24. Жители сельского округа Камысты-Баск, Казалардинская область, бьют тревогу. Озеро Камбаш милеет на глазах. Это привлекло за собой целый ряд экологических проблем. Тема отразилась на занятости местных жителей и развитии предпринимательства в целом. Какие меры предпринимают для спасения водоема, которая так полюбилась туристам, выяснял Олибек Бышленов. В этом году на привычный ритм жизни прибрежных сел самого крупного озера Аральского района Хамст-Бас повлиял не только карантин. Из-за нестабильного уровня реки Сырдари вода в озере ушла от берегов почти на 300 метров. Как следствие, рыба вышла в устье, а у рыбаков остановился промысел. Но и это еще не все проблемы сетуют Аким округа. Обмеление озера уже вызвало экологическую проблему. В окрестностях участились пыльные бури. А вечером, когда ветер дует в сторону поселка, несет зловонием. Это отстоячие воды. Если не придет большая вода, угроза катастрофы очевидна. Рыбаки потеряют работу. Станет и кожжарский рыбопитомник, который каждую осень питает озеро мальками. Если озеро Камбаш высохнет, то здесь закроются и десятки объектов туризма, говорит глава округа. Так буквально в песок могут уйти немалые бюджетные траты на строительство дорог и освещение. Сегодня на Камбаше безлюдно и буквально пустынно. Заколочены все двери, окна, домиков для отдыхающих. А ведь каждое лето на этом пляже отдыхало до тысячи человек в день. Для возобновления работы объектов предпринимателей и простаивающего из-за эпидемии Центра дополнительного образования и Олимпиад, где, кстати, за лето проводили каникулы больше двух тысяч детей, нужны срочные меры. Но, как сообщили специалисты, проблема решится только в одном случае – если наполнится водой сырдарья. А пока нужно спасать рыбу. Летний приток воды в Шардару в этом году сильно упал. Воды едва хватает для рисовых полей. Надежда была на дожди, но их нет. Если в верхних водохранилищах Токтугул, Хайракум, Чарвак соберется много воды, то ее к нам пропустят. Но там тоже низкий уровень. А камбаш мы постараемся заполнить осенью и зимой. В это время года из Кыргызстана идет большой спуск воды для выработки электричества. Эта вода затем собирается в Шардаре. Наши сотрудники в составе специальной комиссии исследовали камбаш и предложили провести милиаративные работы. Нужно спасти мальков, которые могут погибнуть из-за изменения состава воды, рассмотреть пути для поступления воды в озеро, очистить дно, сформировать режим водообмена между соседними водоемами. По словам старожилов, в последний раз озеро Камбаш высыхало 35 лет назад. Но тогда проблема разрешилась. В осенне-зимний период года Сырдарья наполнило озеро до краев. Как все сложится в этот раз, неизвестно. Алибек Большуленов, Альхайдар Турлыханов, Казалардинская область, Хабар, 24. 70 центнеров вичменя с каждого гектара рашаемой земли собирают аграрии Центрального Казахстана. Но массовая уборочная страда в регионе начнется лишь через пару недель. Осторожный прогноз – средняя урожайность 9-10 центнеров с гектара. Это ниже прошлогодних показателей. Беспокоят фермеров и частые дожди. Всего в Карагандинской области в этом году зерновыми засеяли почти миллион гектаров земли. Нам, всем нашим фермерам, надо стараться соблюдать технологии. Для этого со стороны государства вся необходимая поддержка оказывается. Есть субсидирование, есть удешевленное ГСМ, есть удешевленное кредитование. В этом году дополнительно, к примеру, на проведение весенних поливных работ 170 миллиардов тенге выделили. Такой помощи раньше не было. 216 карет скорой помощи приобретут для медучреждений Восточного Казахстана. Их регион получит до конца года. Взамен морально и технически устаревшим моделям прибудут максимально оснащенные медтехникой авто. Только в Усть-Каменогорске большинство санитарных машин подлежит списанию. Кроме того, в больницу уже завезли 50 аппаратов искусственной вентиляции легких и 10 мобильных рентгенаппаратов. В число первоочередных приобретений также войдут 30 тысяч одноразовых защитных костюмов и свыше 15 тысяч защитных очков для медиков. В транспортное переоснащение объектов здравоохранения области инвестируют свыше 4 миллиардов тенге. С 17 августа сначала внедряется у нас стационарная помощь. С 20 августа уже внедряется стационарная замещающая помощь и амбулаторно-поликлиническая. Вместе с тем, дополнительно мы готовимся к тому, чтобы оснастить наши станции скорой медицинской помощи санитарными и автотранспортными. С этой целью за счет средств республиканского бюджета были выделены средства на закуп 116 единиц санитарного автотранспорта по механизму лизинга. Казахстанские дипломаты подарили детям из малообеспеченных семей 150 новых компьютеров. Они закупили технику на собственные средства. Торжественное вручение прошло в Алматы. Участие в нем приняла уполномоченный по правам ребенка Ружан Саин. Сотрудники МИДа надеются, что компьютеры станут помощниками детям, особенно в период онлайн-занятий. Цель нашей каждой акции – это помощь детям. Наш фонд выстраивает коммуникацию между теми людьми и организациями, которые не остаются в стороне и оказывают всестороннюю поддержку нашим детям. Спасибо сотрудникам МИДа за эту помощь. Продолжение следует... Считаю, что в туристических школах нужно начать преподавать после девятого класса. Обучение разделено на четыре этапа. На начальном этапе рекомендуется преподавать английский, китайский, испанский или другие языки. Следующим этапом будет обучение в сфере туризма, затем обучение в сфере гостиничного бизнеса. В последнем случае теория совмещается с практикой. В столице озвучили состав жюри национального отбора детского Евровидения. В него вошли директор телеканала Хабар Динара Бесембина, руководитель казах-концерт Дженис Сейдала Улы, певец и композитор Кайрат Байкенов, саунд-продюсер Ерлан Бекчурин, продюсер Багым Мухидзенова. А также победителей международных музыкальных конкурсов Жанар Дулугалова, Амре, Дания и Мадии Сыздыков. В отборе также примет участие специально приглашенный член джюри. Известный композитор и продюсер, глава делегации Азербайджана на конкурсе Евровиджен Сонг Контест Иса Меликов. Отмечу, он написал хиты для известных исполнителей, таких как Дима Билан, Эльдар Гасимов и других. В 2011-м его подопечные дуэт Иль Энд Ники стали победителями Евровидения. Если говорить о самом конкурсе, то мы, как и заявляли ранее, что он будет состоять из четырех этапов. Первый этап – это прием заявок. Сейчас далее посредством онлайн-голосования будут отобраны из всех поступивших заявок 30 сильнейших конкурсантов. И уже из этих числа 30 сильнейших конкурсантов посредством СМС-голосования и посредством голосования членов жюри будут отобраны 12 финалистов конкурса национального отбора. Как раз-таки они представят свое мастерство. 12 финалистов, 12 конкурсантов. Они будут состязаться, так скажем, 26 сентября в прямом эфире телеканала «Хабар» за звание лучшего, за звание достойного, кто представит нашу страну на детском конкурсе, на детском конкурсе Евровидения. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.24.kz. У меня же на этом все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok